Немножечко в чате. Кто откуда? Давайте мы все равно еще раз для проверки связи. Вы напишите мне, откуда вы. Я пойму, слышите вы меня или нет. Архангельская область, вижу Брянск, Донецк, Карелия, Тула, Омск, Орск, Москва, Казахстан, Екатеринбург, Челябинск, Пермский край, Ростовская область, Воронежская область. И судя по тому, как чат быстро бежит, значит все слышат, все хотят делиться, откуда они. Мариэл, Тамбов, Сургут, Пашкортостан, Рязань, Томск, Ставропольский край, здесь пишут. Нам слышно отлично. Замечательно, значит можем начинать. Вот Иркутская область у нас есть, Ганрог. Прекрасно, коллеги. Заодно посмотрите, может быть у вас коллеги в чате случайно встретились, да? Не договариваясь, пришли посмотреть вебинар. Итак, мы сегодня поговорим о достижении планируемых результатов в ГОС с помощью обучающих компьютерных программ курсу happyenglish.ru. Посмотрим очень большое количество видеозахватов. Я постаралась, чтобы все-таки они были примеры не такие статичные, раз есть такая возможность, что мы можем что-то посмотреть, как куда кликнуть, как что нажать, что появится, что получится и так далее. Вот пишут даже и Упнинск с нами. Прекрасно. Итак, начнем мы с небольшого вступления, небольшой теории. Итак, электронные учебные пособия представлены в двух видах. Это обучающие компьютерные программы и электронные приложения. Что касается обучающих компьютерных программ, то это интерактивные плакаты к федеральным курсам enjoyenglish.ru для 2-4 классов, happyenglish.ru для 2-4 классов и milli для 1-4 классов. Обучающие компьютерные программы к курсам enjoyenglish.ru для 2-11 классов, happyenglish.ru для 2-9 классов и milli-million English для 1-9 классов. Электронные приложения. Сейчас вы видите, как выглядят на экране. Две картинки у нас есть. Что на них содержится на этих дисках? Аудиоприложения к учебнику, тексты записей, англо-русский электронный словарь, дополнительные тесты и визуальные материалы для проектных работ. То есть не стоит путать электронные приложения, как такие помощники для ученика и для педагога и обучающих компьютерных программ. Мы сегодня с вами будем говорить конкретно об обучающих компьютерных программах. Каковы же методические особенности ОКП? В первую очередь, конечно же, это соответствие авторской концепции курса. Во вторую, то, что тексты упражнения позволяют отрабатывать лексический и грамматический материал учебников, но при этом не повторяют тексты учебников. И, конечно же, они могут использоваться в качестве дополнительного учебного и тренировочного материала как в классе, так и дома, и комбинированно. Посмотрим на методические особенности ОКП. В первую очередь, они облегчают ввод материала. Здесь мы, конечно же, не забудем сегодня посмотреть примеры из интерактивных плакатов для вторых и четвертых классов и сами ОКП. Здесь у нас и ввод лексики, и грамматики, и правил чтения. Они способствуют отработке нового материала и облегчают контроль и предоставляют дополнительные возможности для тренировки речевой деятельности. Давайте посмотрим, что у нас написано по поводу обучающих компьютерных программ. Например, книги для учителя для четвертого класса. happyenglish.ru Информационно-коммуникационные технологии привносят в образовательный процесс новые возможности, позволяя более активно включать учащихся в учебную деятельность, создают реальную возможность для использования всего потенциала знаний, умений и навыков в коммуникативном контексте. Подробные методические рекомендации по работе с каждой обучающей компьютерной программой размещены на диске, что и позволяет их использовать как под руководством учителя, так и самостоятельно, а также позволяет родителям полноценно участвовать в процессе обучения. Обучающие компьютерные программы предоставляют дополнительные возможности для организации классной, домашней и самостоятельной работы учащихся, а также ее оперативного контроля. Так как мы сегодня говорим о результатах ПОВГОС, давайте мы немножечко вспомним их в общем, в примерах. Итак, личностные результаты. Это когнитивное развитие ребенка, развитие личностных качеств, доброжелательности, толерантности, любознательности, патриотизма, формирование основ гражданской идентичности, овладение навыками адаптации к динамично развивающемуся миру, развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми и так далее. Предметные результаты ПОВГОС. Представлены они следующими разделами. Это коммуникативное умение, то есть аудирование, говорение в форме диалогической и монологической речи, чтение и письмо, и языковые средства и навыки оперирования ими, то есть это фонетика, орфография, лексическая сторона речи и грамматическая сторона речи. Метапредметные результаты ПОВГОС. Примеры. Овладение способностью принимать и сохранять цели. Освоение умения решения проблем творческого и поискового характера. Использование знаково-символических средств предоставления информации. Овладение стратегиями понимания текстов разных стилей и жанров. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения информации. Развитие информационной и компьютерной компетенции учащихся. То есть то, о чем мы сегодня говорим, обучающиеся компьютерные программы, как раз-то напрямую взаимодействуют с таким и таким результатом, как развитие компьютерной компетенции учащихся. Вот перед вами сейчас скриншот с обучающей компьютерной программы к happyenglish.ru для девятого класса. Посмотрите, пожалуйста, так она выглядит, когда вы ее запускаете. Что мы видим? Мы видим, что здесь у нас шесть юнитов наверху, если вы обратите внимание. Мы видим замечательное меню. Давайте мы посмотрим его поближе. Что есть в меню? У нас в меню разноцветные кружочки. Каждый кружочек отвечает за свой вид либо деятельности, либо языкового навыка. Соответственно, у нас здесь grammar, vocabulary, communication, language in use, reading, language games и spelling. Это те рубрики, которые есть в девятом классе у нас. И посмотрите, для чего они нужны. В случае, если мы хотим, например, отобрать только упражнения на грамматику, допустим, со всего диска, то мы с вами вычеркиваем, нажимая на эти кружочки, остальные аспекты. Вычеркиваем vocabulary, вычеркиваем communication и так далее. Оставляем только grammar. Посмотрите, сейчас у нас с вами не выделен какой-то определенный юнит, все шесть открыты. Вы видите, что ползунок находится в самом верху, то есть большое количество упражнений можно было бы протащить в ползунок, если бы это не был бы скриншот, направленных на обучение грамматики. Вот, пожалуйста, так выглядели бы упражнения, если бы мы открыли с вами второй юнит. То есть, например, во втором юните, мы видим, что здесь упражнения 7, 8, 9, 10, 11, 12 посвящены грамматике. Мы это не методом поиска, мы это не рыли по всему диску, мы просто выбрали то, что нам надо, кликнули, и компьютер сам нам все отобрал и вывел. Есть возможность распечатать результаты выполнения упражнений. Замечательная возможность. В первую очередь мы можем, как минимум, посмотреть с экрана компьютера. Мы можем посмотреть, кто, насколько, да, ученик даже сам может, конечно же, посмотреть, насколько он выполнил то или иное упражнение, насколько он вообще справился с разделом Practice и с разделом Test Yourself. Вот в нашем случае во время того, как делались видеозахваты, да, делали упражнения 6, например, 13, 7, 14, да, и в общей сложности пока что нарешали на 97%. А, допустим, к Test Yourself мы еще даже не прикасались. У нас, соответственно, здесь написано 0%. И при нажатии на кнопочку Print у нас это все выводится на печать. То есть очень удобно. Есть возможность посмотреть сводный отчет о датах, о продолжительности и о качестве выполнения упражнений. В таком случае мы заходим в раздел Report. Посмотрите, он в самом низу по центру. Нам выводится календарь. Мы можем щелкать и перебирать 2014. У нас, например, сейчас открыт год. Если бы мы щелкнули вперед, то появился бы 2015. Приблизим кусочек из календаря за 2014 год. Так, например, программы пользовались 27 ноября, как мы видим, потому что жирным выделена цифра 27 в декабре 14 числа. Вот, например, мы хотим с вами посмотреть, что делали 14 декабря. Мы нажимаем на дату и видим, за какое время было выполнено упражнение. Мы видим, какие упражнения выполнялись. Мы видим, по какому разделу выполнялись упражнения и на сколько процентов. То есть каково качество их выполнения. Справился ли до конца ученик все-таки с ними или нет. На форуме, сейчас мы буквально на прошлой неделе открыли темы по каждому диску, по каждой обучающей компьютерной программе, happyenglish.ru, и вот сейчас там Татьяна Геннадьевна Митюгина, она, я видела, нас сегодня и сейчас слушает, очень активно пишет о том, как, о своем опыте использования обучающих компьютерных программ. Вот на этом слайде я вам очень хотела задать вопрос, мои дорогие слушатели, кто же из вас пользуется еще обучающими компьютерными программами на уроках? Вот Галина пишет, я, Наталья Викторовна Власова пишет, я, деревнина Марина, Анна Смекина. То есть пользуетесь. Немного вижу, прям так, не потоком бежит чат вверх, но пользуюсь. Кто-то пишет, регулярно пользуется. Вот, Татьяна Геннадьевна, да, вот я как раз ваш пост вывела сейчас на слайд, что во всех классах регулярно. Кто-то вот пишет, что по, Елена, Наталья Малышева пишет, enjoyenglish. Кто-то уточняет, что со второго по шестой класс. Вот кто-то уже спрашивает, как оформлять конспект. Таким образом можно вставить слайд и заполучать компьютерные программы в конспект. С помощью скриншота попробуйте их вставлять. В начальных классах пользуются. По учебникам, верно, заблатные, биболетовые пользуются. А вот кто-то пишет, что боится покупать программы. Не бойтесь, они не кусаются. Кто-то пользуется не этими программами. Кто-то просто пишет, что достаточно часто. То есть я вижу, что в принципе не все 358 человек, которые сейчас слушают, отписались в чате, что пользуются. Соответственно, пообщаемся с теми, кто ответил. Нравится ли вам использовать и когда вы на уроке их успеваете использовать. В конце или урока включаете деятельность для поднятия мотивации, или специально для отработки какого-то вид речевой деятельности. на разных этапах пишут. В основной части урока кто-то просто пишет по-разному. Для отработки лексико-грамматического материала на разных этапах, зависит от задания. Пишет, что очень удобно для отработки грамматики по Enjoy English. Да, действительно, грамматические модели. Я их до этого уже в предыдущем вебинаре показывала. Зависит от цели. Пользуюсь на разных этапах урока. Чаще отрабатывают грамматику, вижу. Чтобы не скучали, малыши любят это. Вот уже спрашивает Антонина Ивановна. Поясните, пожалуйста, как быть, если полетел компьютер. Если полетел компьютер и у вас, соответственно, скинулись все ваши, пропали все обучающие компьютер программы, которые были установлены, напишите, пожалуйста, на support.comfo.edu.ru в нашу службу техподдержки. У кого-то нет звука. Коллеги, у кого нет звука, попробуйте заморозить видео со мной или перемещайте ползунок громкости на видео с лектором. Бывает такое, что из-за него нет звука. Старшие пишут, тоже любят. Повышают мотивацию. Хорошая иллюстрация видео рядом к аудированию. На разных этапах. Хорошо. А вот во внеурочной деятельности мне тоже интересно. То есть мы видим, в принципе, что и на уроках на разных этапах используют коллеги, и во внеурочной деятельности, и даже кто-то писал, что и дома тоже. В принципе, учащиеся, особенно ответственные родители, покупают и работают с ребятами. Вот как раз почему я именно взяла этот пост Татьяны Геннадьевны, потому что она здесь описала, что входит в каждую программу. В каждую программу вложен файл с подробными методическими пояснениями. Мы сейчас с вами на это поурочное описание упражнений, про которые Татьяна Геннадьевна писала пост, мы с ним познакомимся. В первую очередь посмотрим, где его брать. Как оно называется? При покупке диска или когда вы покупаете программу с электронной доставкой, вы открываете этот файл и видите, что там есть файлик под названием Guide. Вы его открываете, и в нем уже, соответственно, будет то, как установить программу, как с ней работать, какие значки что обозначают. Вот пункт 6, например, это как происходит работа под учетной записью Teacher. То есть в программах есть специальная учетная запись, которая сделана для того, чтобы облегчить работу учителя. И с ее помощью можно не только посмотреть результат работы учеников на каждом компьютере, но и сохранить их в отдельный файл и при необходимости распечатать. Для этого, то, что для этого нужно сделать, описано все в файле. Также здесь есть поурочное описание упражнений. Вот так оно выглядит. На мой взгляд, очень подробно. И особенно для тех, у кого есть проблема с покупкой второго диска, вы можете использовать этот Guide и готовиться по нему дома, то есть вписывать в конспект себе задачи того или иного упражнения из вот этого поурочного описания упражнений. Давайте посмотрим на примеры использования обучающих компьютерных программ для достижения планированных результатов. Я не стала сегодня делать ни таблиц, ни каких-либо специальных еще слайдов для того, чтобы показать, какие упражнения и на что будут направлены. Я просто делала либо скриншот, либо и скриншот, и видеозахват, если какие-то упражнения больше понятнее в объяснении конкретно при их выполнении. Вот сейчас перед вами пример для тренировки орфографии. Посмотрите, пожалуйста, данные слова. В словах пропущены либо буквы, либо что-то написано неправильно, и нужно исправить ошибки. При выполнении верным слова будут светиться синим цветом. На фонетику, анализ и классификацию мы с вами посмотрим видеозахват. Пример из happyenglish.ru для второго класса. Задача учащихся – послушать и разложить, кликая на грибы, слушать слова, и разложить эти слова, соответственно, грибочки, в разные корзинки. Thank you. Cat Star Honey Pen Plain Street Пока вижу вопрос в чате, зачитаю, пока он не убежал вверх. Что-то можно сделать, если программа, установленная на компьютер, не стала работать? Напишите, пожалуйста, в службу поддержки. В любом случае, на последнем слайде я покажу адрес, либо сейчас коллеги напишут вам в чат. Вот тут уже прошу, где взять презентацию по предыдущему вебинару. Посмотрите, пожалуйста, на форуме она выложена. Я думаю, что сейчас тоже коллеги дадут ссылку в чат, чтобы вам было удобнее найти. Итак, то, что мы с вами сейчас смотрели, описано у нас, конечно же, и в этом замечательном поурочном описании упражнений. Написано, что основная задача этого упражнения, которое мы сейчас с вами смотрели в видеозахвате, это развивать фонетические навыки. И полностью описан ход его выполнения. Посмотрите, пожалуйста, нажмите на гриб, прослушайте слово и перетащите гриб в корзину в соответствии с тем звуком, который произносится в слове. Когда все грибы будут перенесены в корзину, нажмите на кнопку «Чек». Слова, перенесенные к неправильному звуку, становятся красного цвета. То есть вы сразу будете знать, что будет, если учащийся ошибется. Это то, что часто спрашивают коллеги на семинарах и на вебинарах. А что будет, если сделать неправильно? Вот, например, в этом мануале это описано. Что будет, если упражнение выполнено неверно? Такой пример упражнения на лексику. Смотрите, drag the missing words into the sentences. Даны предложения, даны внизу слова, которые выпали из этих предложений. И учащимся нужно расставить их на верные места. Данное упражнение на лексику из happyenglish.ru для 9 класса мы с вами посмотрим. Это в виде видеозахвата. Что здесь нужно сделать? Нужно соотнести слова так, чтобы получились фразы. Я надеюсь, что у вас все подгружается. Хорошо? Продолжение следует... 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 Вот такой был пример языковой игры на грамматику из четвертого класса с таким веселым мультиком. Посмотрим на следующий пример. Следующий пример у нас тоже будет с видеозахватом. Пример на говорение как предметный результат и на достижение взаимопонимания в процессе устного общения, то есть как метапредметный результат. Пример из обучающей компьютерной программы happyenglish.ru для третьего класса. Чаще всего нужно перенести фразы и расставить их в правильном порядке. Пример. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Через разные генераторы можно делать в интернете, но здесь он сделан уже по определенной тематике. В чем здесь сложность? В том, что слова могут располагаться в абсолютно любом направлении, то есть вот так, как нарисованы стрелочки. Давайте посмотрим, как их искать, что будет, если слово выделено правильно. Продолжение следует... Так казалось бы просто находить слова, но никогда они расположены в абсолютно разнообразном порядке. Ну и слово «сосыч» оказалось самое такое запрятанное, на мой взгляд. Но тем не менее мы его нашли. То есть если все слова найдены и выделены правильно орфографически, то есть опять же вы здесь проверяете орфографию учащихся, помимо лексики, то они будут выделены синим. Коллеги, а скажите, пожалуйста, напишите, пожалуйста, в чате, а ваши ребята какие любят, либо языковые игры, либо какие именно упражнения они любят? То есть не то, что вам нравится с ними проводить, а что просят ребят, чтобы вы им включили. Вот Галина Мадина пишет. Это дети должны на экране находить? Да, это дети должны находить на экране. Лексические игры любят, кроссворды любят, шифровки. Конкретно из обучающих компьютерных программ какие? Пятый класс червячков просят каждый раз, пишет Татьяна Геннадьевна. Да, Татьяна Геннадьевна, червячков мы посмотрим. Я сделала видео захват на них, потому что у вас там в дневнике, на форуме в пост никак не вставить видео. Но вот я сделала, чтобы коллеги могли посмотреть не только в статичной картинке, те, кто, возможно, не использует, но и в видео. Фонетику, лексические кроссворды, всякие, песни любят, на мэтчинг, ребусы. Для малышей пишет Антонина Ивановна Бережная. Печатать трудновато, однако, согласно требованиям в ГОС, мы должны их этому учить. Пятый класс, ребусы и кроссворды. На выбор лексики. Диалоги любят. Грамматическими моделями нравится работать, действительно, через обучающую компьютерную программу гораздо проще им это все и объяснять. И главное, что это тренировать проще. Игровое. Кроссворды, кроссворды. Да, в принципе, вижу, что в основном все любят либо это кроссворды, либо это ребусы, то есть все, что в плане догадки. На фонетику тоже любят отнести звуки. Отлично, давайте посмотрим еще один пример. Например, здесь уже другая рубрика, то есть до этого мы смотрели Language Games, теперь рубрика Language and Use. Пример из восьмого класса. Упражнения одновременно на все три вида результатов, на все три группы результатов. Здесь у нас и предметные, посмотрите, мы все делаем на английском. И метапредметные, учащиеся должны здесь заполнять формы. Более того, здесь работа с компьютером, конечно же. И личностные в том числе, потому что учащиеся повторяют про писателей. Давайте посмотрим, как это упражнение выполнять. Главное, посмотрите, что здесь добавлена такая сложность. Все перемешано внизу, вся информация, которая дана. То есть она дана не под определенным писателем, какая-то информация, чтобы ее расставить в правильные места, а перемешано вообще. Здесь все-таки нужно вспомнить, кто что писал, кто занимался и прозой, как называлась книга, кто главный герой и о чем она. Вот так сам пишет. Не любят диалоги. Не любят диалоги. Можно использовать как раз обучающие компьютерные программы. Полюбят сразу, потому что при правильном выполнении обязательно будет какой-нибудь интересный мультик. Давайте посмотрим еще один пример. Пример у нас будет в видео с захватом. Мы посмотрим на то, как реализуется письмо. Как расставить правильно абзацы в письме, и как это можно все потренировать на обучающей компьютерной программе. Пример к 9 классу. Пример к 10 классу. В случае правильного выполнения упражнения, учащиеся получат такой мультик. Следующий пример мы посмотрим из четвертого класса. HappyEnglish.ru направлен он на чтение. Я надеюсь, что у вас подгрузилось. Учащиеся читают диалог и должны выбрать либо true, либо false. От кого-то видео еще не работает, но я думаю, что подгрузится. В крайнем случае заморозьте видео со мной. Следующий пример мы посмотрим с вами на то, как можно чтение соотнести с метапредметными результатами. Здесь у нас будет работа по инструкции, потому что мы должны будем читать определенный текст и выполнять инструкции, которые там даются. При этом учащиеся должны раскрашивать комнату. Продолжение следует... Такой был пример у нас на чтение, когда оно у нас интегрируется с метапредметными результатами. Следующий пример будет уже для ребят-девятиклассников. Здесь мы увидим сразу то, как лексика связана с дефинициями. Упражнение замечательно поможет ребятам потом разговориться, чтобы если они забыли какое-то слово, они могут вспомнить его дефиницию и объясниться все равно. И для написания письма в том числе, конечно же. То есть лексика будет уже отработана. Сначала они смотрят и запоминают слово и его определение. Затем карточки перемешиваются, им нужно сделать мячень. Затем карточки перемешиваем. картинка будет появляться. И в конце учащиеся увидят эту интерактивную картинку полностью. Вот такой был пример у нас на лексику и дефиниции в девятом классе. Сейчас я вам покажу два примера на то, как можно найти замену словарному диктанту. Первое – это как раз то, о чем я говорила. Татьяна Кедаль написала в чате, что пятиклассники очень любят червячков. Вот сейчас вы посмотрите, все, какое упражнение мы имели в виду. Татьяна Сергеевна пишет, что очень полезно, очень хотела бы такие программы к другим ОМК. Надеюсь, что подразумевается ОМК и сдать этот титул. У нас ко всем ОМК есть такие опыты. То есть это упражнение в форме поля чудес по тем словам по той лексике, которые учащиеся на этом уроке проходили. Или в юните. Еще один пример того, как можно провести замену словарному диктанту. Пример также из пятого класса. Здесь он у нас уже на пары слов. Смотрите, пожалуйста, нужно сначала соотнести слово с переводом. Да, вот Аникина Юлия пишет, что очень наглядные червячки. После того, как учащиеся правильно соотнесли слово с переводом, они видят картинку. Таким образом мы снова с переводом. И при нажатии кнопочки «Далее» у учащихся появляются эти же слова, но уже с пропусками в буквах. Соответственно, их задача – это вставить пропущенные буквы. Продолжение следует... Да, нет звука, потому что упражнение без звука. У нас здесь с вами тренируется орфография. Замечательная замена словарному диктанту. Нажимаем кнопочку проверки. Если все правильно, то слова высветятся синим. И я сегодня говорила об интерактивных плакатах. Сейчас посмотрим с вами два примера из интерактивных плакатов к happyenglish.ru. Первый пример будет на алфавит, а второй будет на введение одного грамматического явления. Давайте посмотрим про алфавит. Такой учащиеся должны кликнуть на кнопочку «Плей», выбрать, что они будут подбирать. Большую букву к большой, большую к маленькой или маленькую к маленькой. Можем в любой момент щелкнуть на знак вопрос, чтобы получить помощь. В случае, если правильно выбирается буква, то ее вот так вот решить. Если неправильно, то мы сейчас посмотрим. Если буква выбирается неправильно, то решается по-другому. И еще один пример на ввод грамматического явления would you like? Давайте посмотрим, как он отображен на интерактивных плакатах. I would like some apples. Would you like green apples? No, thanks. I'd like some red apples. Вот такой был пример. Пока вижу в чате ссылки очень хорошие. Но, по-моему, диски устанавливают только на один компьютер. Да, один код на один компьютер. Переустановить, то есть снести программу, установить ее заново, можете ее 10 раз. Перенести лицензию. Алексей Васильевич пишет об прошедшем вебинаре в декабре. В декабре был вебинар по Enjoy English. Если я не ошибаюсь, то он был 18 декабря. Можете посмотреть и видеозапись. И если у вас вдруг нет времени смотреть видеозаписи, можете посмотреть вкратце презентацию с вебинара. Кто-то обсуждает уже и про 11 класс. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok